Привет, девчонки! Сегодня у меня на обзоре продукция компании Delaro Nail Professional. Как обычно, ко мне приехали база и топы, а также несколько цветничков. Ну и по сложившейся уже традиции, компания дарит моим подписчикам постоянную скидку 15% по промо-купону, который я укажу в инфобоксе. Не забывайте его указывать при каждом заказе. Ну а теперь продукция. Все сырье из Германии. В палитре более 200 оттенков. Все базовые и топовые покрытия представлены в двух объемах по 10 и 30 мл. Цветники по 10 мл. Вся необходимая информация указана на флакончике. Состав, дата и место производства, срок годности. У всех флакончиков верхняя крышка съемная. На крышке указан продукт. Итак, силиконовый топ против царапин. Средней густоты хорошо самовыравнивается. Далее, каучуковый матовый топ. Во флакончике практически прозрачный. И имеет едва заметную белесоватость, характерную для всех матовых топов. По консистенции от чуть более жижи, чем предыдущий. И каучуковая база. Средней густоты. Действительно, густота средняя. Очень комфортная в работе. Хорошо самовыравнивается. После просыхания силиконовый топ не имеет липкого слоя. Хорошо гнется. Достаточно упругий. И еще раз напомню, что всю продукцию я буду сушить в лампе 48 ватт по 30 секунд. Матовый топ также не имеет липкости. На ощупь очень мягкий. Я бы сказала, даже бархатистый. И также достаточно упругий. А вот база после просыхания имеет липкость. И именно липкость, а не жирность. Также достаточно эластичная. И хорошо подойдет для укрепления ноготков, а также крепления страз и бульонок. Ну а теперь цветники. Классический черный. Высокопигментированный, средней густоты гель-лак. На Типс хорошо укладывается в один средний слой, полностью ее перекрывая. Гель-лак хорошо самовыравнивается. После просыхания имеет остаточную липкость. Также мне захотелось посмотреть, как будет выглядеть матовый топ на черном оттенке гель-лака. После просыхания я все же протерла его обезжиривателем. Следующий оттенок снежный белый. Имеет голубой подтон. На Типс улег в один слой. При нанесении не плешивит и не полосит. В лампе полностью просох, не скукожился. И решила провести еще один тест для силиконового топа. Бывает так, что белые оттенки топы желтят. Но у нас эта история не случилась. Оттенок 49 базовой коллекции. Припыленный фиолетовый с серым подтоном гель-лак. Как и остальная продукция, нанесен в один средний слой. Полностью перекрыл Типс. Цвет под номером 69. Сочный малиновый оттенок. Так же, как и предыдущий, полностью перекрывает Типс. В один средний слой не плешивит и не полосит. Оттенок под номером 90. Спокойный розовый цвет. Как мне показалось, он хорошо подойдет для женщин любой возрастной группы. Номер 91. Цвет молочного шоколада. Воображение сразу нарисовала. Чашечку горячего шоколада с хорошей горкой маршмеллоу. И все не дает мне покоя силиконовый топ. Решила втереть в него невтираемую зеркальную втирку. И кажется, я нашла идеальный топ для втирок. В него хорошо как втирать, так и закреплять им. Вот такую красоту мне сегодня прислали. Ну а теперь по традиции дизайны. И один простой, а второй пейзаж, как вы просили. Наношу оттенок 91 на Типс и отправляю сушиться в лампу. Пока наша подложка сохнет, я развожу черный гириллак с обезжиривателем до жидкой консистенции. Если нет гириллака, можно использовать обычный черный лак. И при помощи веерной кисти наношу нашу черную вот эту краску на Типс. И да, девчонки, обязательно что-нибудь подложите. Потому что когда я сначала начала делать этот дизайн, потом мне пришлось отмывать все вокруг от краски. Далее отправляю в лампу и после просыхания перекрываю матовым топом. Получилось наше перепелиное яйцо. Ну а теперь пейзаж. На палитру выкладываю желтый гириллак, кофейный, фиолетовый, черный-белый гириллаки, голубой. И для размывания выкладываю топ. Типсу с белой подложкой бафим или перекрываем матовым топом. На нее наносим фиолетовый, голубой и розовый цвет, разбавляя их немножко, размывая топом. Ну и тушуем их между собой. В создании пейзажа может показаться сложным. Девчонки, на самом деле ничего сложного. Берите гириллаки, берите типсы и рисуйте вместе со мной. Девчонки, берите типсы и рисуйте вместе со мной. Девчонки, берите типсы и рисуйте вместе со мной. Когда подмаленок фона готов, отправляем его на просушку в лампу. Смешиваем шоколадный с белым, делая его более белесым и рисуем подмалевок домика. Далее отправляем его на просушку. Смешиваю черный с топом и таким вуалевым цветом рисую границы домика. Чистым белым цветом рисую снежную крышу. На нижний край крыши наношу фиолетовый оттенок и размываю его топом, сводя его практически на нет, чтобы соединить с белым. Затемняю немножко фиолетовый черным гель-лаком и рисую дым и трубу. Далее получившийся дым я размываю топом для создания полупрозрачного такого эффекта. Ну и желтым цветом я рисую окошечки. Ну а теперь будем рисовать заснеженные елки и черный гель-лак я добавляю в фиолетовый. И такими постукивающими движениями, припечатывающими я рисую нашу будущую елку. Субтитры сделал DimaTorzok Черным гель-лаком будем добавлять глубины. Сейчас нанесу его по контуру домика и далее буду размывать его топом. Белым гель-лаком прорисовываем сугробики. После промежуточной просушки домику прорисовываем черным гель-лаком окошки. Смешиваем белый и тонкий гель-лаком. И таким получившимся цветом проставляем блики на елках. И при помощи старой распушенной кистью прорисовываю такое подобие снежка. После отправляю дизайн на промежуточную просушку. Далее перекрываем топом и уже окончательно сушим в лампе. Далее белый гель-лаком делаем прорисовку. Это снег на крыше, снег на земле и немножко снежка на елках. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, девчонки, вот такие дизайны у меня получились сегодня с продукцией фирмы Дейлоро Нейл Профешенал. Кому данное видео было полезным, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Ну а я с вами прощаюсь. До новых видео. Пока-пока.